Приветствую, друзья! С вами Леонид Рычков и в этом видео уроке мы с вами поговорим о том, как правильно оформить статью и разместить ее на сайте под управлением CMS Joomla. Итак, перед вами сейчас на экране уже готовая практически статья под конкретный ключевой запрос. В данном случае у нас запрос «Законные воздушные перспективы». Данная статья имеет знаков с пробелами 2959 или без пробелов 2574. На такое количество знаков необходимо как минимум 5 прямых вхождений нашего ключевого запроса. Но это наиболее оптимальное количество. Плюс можно еще употребить разбавленные запросы. Итак, первый запрос у нас встречается в самом первом абзаце. Вот он. Выделен он полужирным текстом. В идеале, конечно, каждую статью начинать непосредственно с ключевого слова. Но здесь у нас небольшие, скажем так, производственные накладки. Но, тем не менее, данный ключевой запрос был употреблен, в данном случае, во втором предложении. Далее у нас идет текст, разбитый на абзаце, в каждом из которых примерно три предложения. Помечены места, куда будут установлены, вставлены фотографии в процессе публикации на сайте. Так. Вот. И текст заканчивается. Опять же, в последнем абзаце у нас есть тоже вхождение нашего ключевого слова. Вот он, законы воздушной перспективы. Наш ключевой запрос. И таким образом, по всему нашему тексту встречается около семи различных вариантов вхождения нашего ключевого слова. Четыре из которых прямых и три разбавленных. Так. Единственное, что здесь не хватает, это наличие заголовков. Первый заголовок H1 у нас здесь есть. Вот. А заголовки второго уровня нам необходимо будет сейчас установить. Итак. Заголовки нужно ставить, опять же, по контексту нашей статьи, чтобы смысл их не терялся. И чтобы читателю было понятно. Итак. Я добавляю абзац. Вот таким образом. Это у меня будет заголовок второго уровня. Так. Идем дальше. Здесь у нас все говорится об освещении. Так. И вот здесь тоже следует добавить заголовок второго уровня. По контексту. Так. Сделаем его следующим образом. Так. Ну и наверное хватит. То есть здесь больше по контексту разместить заголовки второго уровня не получаться. Так. После этого данный текст можно проверить на уникальность. Вот. Но эту проверку я уже провел с помощью программы Adwego Plagiatus. Текст у меня уникальный на 100%. Но вы все равно не забывайте проверять. Даже если вы пишете статью самостоятельно. Некоторые фразы, некоторые определения уже могут быть в интернете опубликованы. И чтобы вам удостовериться в уникальности текста, его следует все-таки проверять. Так. Сохраняя все наши изменения, выделяем наш текст. Копируем буфер обмена. Так. И переходим в программу NotPaid. Ну или в обычный блокнот. Так. Вставляем его сюда. Вот он. Так. Я снова его копирую. И перехожу непосредственно в CMS Joomla. Так. Здесь у меня уже открыта категория. Открыт раздел. Я нажимаю создать. Открывается новая страница с добавлением материала. Вставляю весь текст. Так. Вот таким образом. Так. И сейчас мне необходимо его привести в порядок. Так. Ключевик я отсюда вырезаю. Вставляю в раздел ключевых слов. Отбиваю абзац заголовки. Так. Здесь у нас будет небольшое введение. Не забываем установить подробнее. Так. Выравнивание по ширине. Так. И следует начинать, конечно, с заголовка. Заголовок желательно, чтобы содержал тоже ключевое слово. Но был уникальным, допустим, от заголовка первого уровня нашей статьи. Можно его сделать таким образом. Вот таким образом. Так. Сейчас я его копирую. Делаю транслитерацию. И вставляю уже в синоним транслитерированный текст. Так. Следующие у нас абзацы выравнивают по ширине страницы, чтобы они у нас были наглядно и красиво оформлены. Так. Фотографии вставим чуть позднее. Так. Вот у меня снова заголовок второго уровня. Я его помечаю. Так. И сейчас мне нужно еще сделать небольшой штрих. Вот у меня здесь есть специальная страничка. И я вот этот вот текст подставляю в конец статьи. То есть это действие, которое я буду требовать, просить от читателя. То есть, чтобы он оставил комментарий или поделился со своими друзьями в социальных сетях данной статьей. Это нужно в каждую статью вставлять, чтобы наши читатели делали какие-то простейшие действия. Так. Теперь нам нужно разобраться с изображениями. Я уже картинки загрузил в программу Picasso Web. И просто беру их отсюда. Так. Вот у меня размер средний. 400 пикселов. Я беру только изображение без ссылки. Копирую вот эту строчку. И через меню вставить, редактировать изображение. Так. Не забываем атрибут alt заполнять. И указывать отступы. Так. Вставить. Вот картинка у нас уже есть. Так. Идем к следующей. Так. Теперь у нас будет фото номер 2. Мотаем в сторону. Вот у нас фото номер 2. Также выбираем размер. Копируем строку. Так. Выделяем наше изображение. Опять его вставляем. И заполняем атрибут alt. И делаем все то же самое. Вставить. Так. Аналогичную процедуру проделываем с остальными снимками. Здесь я поставлю на паузу. Чтобы не загружать лишней информации. Я думаю на примере двух снимков все понятно. Итак. Я закончил работу над статьей практически. Все изображения у меня вставлены в соответствующие места. Так. Единственное что осталось здесь нам добавить. Выделить первый ключевой запрос. И этого будет достаточно. Так. Ну и конечно же поле description заполнить. Так. Это я сейчас сделаю. Это пожалуй будет заключительным шагом публикации нашей статьи на сайте. Итак. Описание готово. Так. Теперь мы с вами еще проверим чистоту заголовков. Для этого переключимся в HTML режим отображения кода. Так. И немножечко очистим текст от лишней информации. От лишнего мусора. Так. Особенно проверяем заголовки H1 и H2. Ну для этих целей можно воспользоваться поиском. Так. H2. Так. В идеале у нас вот заголовки должны быть выглядеть так. То есть открывающий тег H2 без стилей. То есть стили они будут ухудшать индексацию данных заголовков. Поэтому мы их просто чистим. Так. Тут тоже можно что-то убрать. Так. Ну в принципе все. Так. Нажимаем обновить. И теперь нам осталось только данную статью публиковать. И посмотреть как она будет выглядеть уже непосредственно на самом сайте. Так. Нажимаем применить. Так. Статья у нас была опубликована успешно. Переходим на сайт. И давайте посмотрим как это будет у нас выглядеть. Вот у нас статья находится здесь. Кратенькое вступление. Нажимаем. Посмотреть подробнее. Так. Статья у нас открылась. И вот она таким образом у нас выглядит на сайте. Итак, уважаемые друзья. В этом коротком видео уроке мы с вами рассмотрели как подготовить и опубликовать статью на сайте. Под управлением CMS Joomla. Я надеюсь данная информация была для вас очень полезна. Обязательно оставьте лайк. К данному видео уроку. И если у вас возникли вопросы, то их можете задать внизу в комментариях к этой статье. На сегодня видео урок завершен. До встречи в следующих наших выпусках. С вами был Леонид Ручков.